Доброе утро! Здравствуйте! Я вышла немножко погулять. Не то что погулять, я не могу далеко идти, потому что бабуля одна дома, она позавтракала, и несколько часов она будет у себя в комнате, ну 2-3 часа она готовится, ждёт после завтрака, потом заходит в туалет, делает свои дела какие-то, а потом одевается и входит в блюде. И у меня есть где-то час-полтора-два, я могу сидеть на улице хотя бы, она не выходит на улицу, я что могу делать, не знаю. Вот так, сейчас проверю я почту просто, посмотрим дальше. Я хочу с вами поговорить немножко. Вот, смотрите какая прелесть. О, а ну-ка смотрите, фламинго пришли ко мне в гости, там у соседей помидорчики уже. Видите, они поставили так стенды специальные для помидорчиков. Что-что, но помидоры здесь все любят делать. А это фламинго пришли ко мне с детишками, уже ближе ко мне. Там некоторые тоже есть. Ну, прекрасная погода. Вот, я пришла к своему любимому креслу, сейчас я зацеплюсь. Я показала, да, что у меня есть вот такой powerbank. Это чтобы зарядить телефон и iPad. Замечательная вещь. Я могу носить вместе, заряжать заранее и носить вместе. Это дает почти 48 часов зарядки. Очень хорошая вещь. Так что я хочу сегодня поднять такую тему, очень важную, я считаю. Тему о добре и о зле. Что значит добро, что значит зло. Одну вещь могу сказать, что не существует для меня добро и зло. Потому что помимо того, когда ты считаешь, что это добро, для кого-то может быть это зло. И делать добро и принимать добро от кого-то, это очень такие тонкие вещи. Зависит от человека, кто дает, и от человека, кто принимает это. У меня был в своей жизни жизненный опыт очень сильный. Мне ударило, и я, прежде чем что-то делать, очень сильно задумываясь делать добро. И если просить у кого-то, очень сильно задумываясь у кого просить или просить вообще. Честно говоря, я такой тип категории, немножко я считаю себя очень практичным человеком. Если мне надо, я буду просить. Не имеет значения, что будут думать, как, если я думаю, что при моих решениях, при моих проблемах, если кто-то может мне помочь, я обязательно буду обращаться. И от этого мне не становится плохо. Мне даже, как сказать, я считаю, что мы и для этого и созданы. Сегодня кто-то мне помогает, завтра я кому-то помогаю. Вот у меня такой принцип. И оба моменты, и когда я просила помощи, и когда я помогала сама, в обеих случаях, когда я прошу, я считаю, что я настолько искренна в своем просьбе и чисто в своих намерениях, когда даже прошу. У меня мыслей нету такого, задних мыслей. И это бывает в таких случаях, когда у меня тупиковая жизненная ситуация. У меня некуда шевельнуться уже. Я глубоко верю в это, когда я прошу кого-то помочь. Понимаете? Если бы я знала, что у меня есть выход, я никогда бы не обращалась. В моей жизни так. И всегда благословила этого человека, который мне помог. Я хочу обращать на это внимание, немножко подробнее ваше внимание обращать, в трех случаях. И одну вещь. Есть такой влогер, ютуб-влогер, так как я сейчас в ютубе, я очень много наблюдаю, смотрю. Называется Сергея Сименова «Добро и позитив». Смотрите, ну у него самые большие негативные отзывы и пальчики вниз. Дизлайки, то есть самые огромные. Скажется, ну зачем он же открыл канал «Добро и позитиво». Зачем у него самые низкие? Вот поэтому, потому что он этим дразнит зло. Добро нельзя, нельзя, или ты должна быть нейтральным, или иметь в виду и добро, и зло вместе. Если ты говоришь «Добро позитив», так негатив и зло будет преследовать тебя, как у него. Я почему это говорю? Потому что в любом случае, когда ты делаешь добро, зло стоит рядом. И это может обвернуться в плохую сторону. И служить в медвежьей службе. Смотрите, я выросла с бабушкой. У меня бабушка была довольно-таки, я думаю, что она была довольно-таки сильной женщиной. Потому что когда она мне взяла под своим опекунством, уже как будто сделала так, чтобы крутилась вся селена, крутилась вокруг меня. То есть вселенная имеется в виду мои родственники. И помимо того, что я была первой внучкой, у меня были и тети, у нее были четверть дочери, и я была дочка старшей дочери, да. И остальные тети, помимо того, как будто крутились, не то что крутились. Бабушка так организовала, что при возможности, при возможностей у моих теть было более, как сказать, при моем действии, детство, да, как мое проходило в Болгарии, моя тетя была замужем болгарским армянином. Я проводила свое детство в Болгарии, Золотые пески. И в Армении, где я жила с бабулей, у меня другая тетя, которая и работала, и ухаживала за мной два года. После школы она не работала, и сидела, и ухаживала за мной. А моя мать устраивала свою жизнь, да, каким-то образом. Это все организовала моя бабушка. И другая тетя тоже, да, третья, но у нее там семейное положение, муж, там ревность огромная, потому что вот третья дочь, тетя, земля пусть будет пухом родился, единственный сын, внук у моей бабушки. И началась вся зависть и конкуренция. Даже этот внук всегда дрался в детстве со мной, и там было много чего о ревности и конкуренции. Там очень много негатива было насчет меня. Но отношения у тети не менялись, потому что бабушка держала все под контролем. Почему я так далеко иду, да, сейчас вы поймете. Бабушка держала все под контролем, вокруг меня было все нормально, пока бабушка. Но я вышла замуж, там история изменилась, все. Но бабушка умерла, все отношения рухнули. Рухнули. Вот она держала это все вокруг себя. После нее уже все рухнуло. Почему я говорю, с одной моей тетей, которая два года не работала после школы ухаживая за мной, она имеет большую лепту, да, лум, ну, как сказать. Я во многом, во многом обязана, потому что она более была близка с моей бабушкой. Она рядом выходила замуж, рядом жила. И у нее было больше возможности общаться с бабушкой. И помимо того, она имела уже, так как с бабушкой, значит, и со мной. Если что-то она делала для бабушки, это значит, она делала и для меня. Поэтому у нее было вот это привилегие, то, что она много всего имела для меня. Но знаете, что это так. Но так как я всегда искала маму, если, не дай бог, я сейчас научилась уже отторгаться от благодетельств или близких отношений, потому что всегда я пугаю тех людей, которые я принимаю близко к сердцу. Я принимаю как матери, знаете, и сразу под крыльшко. А там для тебя места нету, понимаете, потому что у нее свои дети. Вот так. Это длинный такой разговор получается. Но я хочу оттуда начать, чтобы вы поняли, что я хочу сказать. В конце концов, когда у меня была проблема с... Я вышла замуж, проблема. Я пару раз развелась. Мы уже потом вместе начали, вместе жить. Один из таких моментов, моя тетя, вот эта вторая, да, она, ну, 90-е годы, знаете, тяжелая. Я осталась так, что я оставила ребенка. Короче, была одна детей я оставила у мужа. Я была одна. И тогда моя тетя приутилась меня у своей дочери. И я некоторое время жила у них. Вы знаете, что... Но потом все наладилось. Потом у меня квартира, дети, муж, мы вместе стали жить. Но знаете, что вот эта ситуация, когда это было, да, добро делать, ну, вот именно я хочу... Именно этот пример, один из примеров о добре. Вот отношения с моей тетей. Сейчас я с ней не общаюсь, но я желаю всего хорошего. Я знаю, что она смотрит. Но хочу пример в чем. Пример в том, что я не хочу казаться неблагодарной свиней. Я это оценила. Но в моем ситуации, знаете, когда мне некуда, некуда было деваться, она приютила. Но это было аргументом взять верх надо мной. И я знаю, что о моей жизненной истории знали все, все соседи, все ее друзья. И что она мне приютила, где она работала в магазине, там их хозяйка знала обо мне. Но она могла делиться. Это же я не ее дочери, чтобы укрыть, знаете. Она моим могла делиться. И был жизненный такой момент, когда я ей напомнила, да. Ну, она всегда, да, мы приютили, приютили, добро, дело, дело. Ну, хорошо, говорю. После этого я купила квартиру рядом ее дочери, да. И были такие неулядицы, когда у ее дочери не было неприятности. Она прибегала ко мне. Ко мне, я же рядом жила. И когда моя тетя вот именно говорит, я тебе так, я, я тебе помогала. Я говорю, ну, хорошо, у меня была такая жизненная ситуация, ты мне помогала, я благодарна. Но есть когда у твоей дочери было плохо, она же ко мне приехала, я принимала же. Она говорит, не было бы тебя, ну, какая разница, пошла бы к соседей. Все, этим все сказано. Вы знаете, что вот это, а потом говорят, что добро, какое добро? Это такая категория людей, которые добро, если сделает, так оно будет твоим, шилом твои глаза вытащить. Что оно добро дело и взять вверх над тобой. Тогда очень важно понять, у кого взять помощь. Но в моем случае, я же, это родственники, я не выбираю, у кого. Я беру помощь, у кого в этот момент получается взять помощь. Но в другой стороне, таким людям никогда ты не сможешь делать добро обратно, да, чтобы тоже что-то делать. Такие люди, которые считают делать добро унизительно вот тому, кому они делают, видите ли, я делала. Они этим унижают, знаете, в своих мыслях, кого они помогают. Поэтому вот недавно я с кем-то, очень хорошим человеком познакомилась, и она мне говорит, я выросла на философии, где говорится, никогда не проси слабого, а сильный сам поможет. Вот. У нее такое, да, философия. Но это очень спорно. Смотрите, в этом случае, когда я даже переехала в Америку, я своими уговорами, да, мою тетю, вот именно эту тетю, она не думала переехать, но и с вами уговорами, примерами, хотя она все приехала своими усилиями, своими деньгами, я имею в виду, да, потом здесь зарабатывала своими деньгами и трудом, я там ничего не делала, у него молодец, она молодец, до сих пор работает и содержит своих дочерей и семер. Но я об этом не говорю, я просто хочу сказать, когда я ее натолкну на то, что ну иди сюда, я ее дохнула, объясняла, понимаете, это все. Опять-таки, когда она приехала сюда, все получилось, когда сидим и говорим, говорит, она опять начинает, я делала, я делала, говорю, хорошо, ты всю жизнь мне помогала, да, помимо того, что ты общалась с бабушкой, я была с бабушкой, и ты, помимо, так получилось, что ты получалась, ты помогаешь своих родителей, я там пытаюсь каким-то образом, да. Ну, я же тебе помогла, чтобы ты приехала сюда, если бы не я, ты бы не могла этот дух набрать, я же дала тебе этот дух, чтобы ты приехала сюда, ты зарабатываешь и помогаешь своих детей, смотри, что ты делаешь для них, это же моя заслуга, почему ты это... А она опять мне говорит, знаешь, что говорит, я тогда даже не думала, если бы я думала приедет, я так и пришла бы, вот, уже бессмысленно, когда, потому что она сама хвалится, понимаете, сама, я для тебя, я для тебя, до сих пор, до сих пор я знаю, что рот открывает, и разговаривает, и говорит, и путает всех нас, у нее такой характер очень, такой хороший, в этом смысле она молодец, второй случай, когда я общалась опять-таки с человеком, который нуждалась очень сильно, ну, оказалось, я сама нуждалась в помощи, ну, почему-то, наверное, мое положение было такое, что я могла бы помочь, я не хвастаюсь, просто человек, когда тебя не просит, и ты помогаешь, да, они принимают это, вот, как я вам сказала, от слабого не прося, а сильнее сам предложат, ну, хорошо, я тогда оказалась сильной, я помогала, но, знаете, бывают моменты, что эти люди растут, не то, что признание, признание ко мне, что я, они выпрыгивают через твою голову, выпрыгивают, не то, что, они считают, что если они что-то достигают, это ихняя заслуга, кто ты такая вообще-то, ну, я не претендую, чтобы какое-то место занять их жизнью, но в моем случае я так и потеряла своего 18-летнего подруги, ну, знакомой, хорошей, которая наше общение дала очень многое мне, я признаюсь и благодарна такой период жизни, но был такой момент, когда, да, она опять приехала сюда, но я хочу сказать, почему нет, я помогла ей, она пришла сюда, но был момент, момент такой, знаете, что когда мне надо было помочь, я обращалась, просто надо было маленький подпись, вот здесь все испортилось, все испортилось, и человек считал, что если она пришла в Америку, легализовалась и учится, она приобрела какой-то статус, и вдруг кто-то спросит ее о помощи, она сама не верит в себе, что неужели я в таком статусе, что могу помочь кому-то, и сомневаясь в себе, начал сомневаться на меня, знаете, на меня, что я могу обманывать ее, могу кинуть ее, мы же знаем, 18 лет, в моем случае, знаете, я же змея, может быть, я добро делаю, помогаю кого-то, кого-то помогла, потому что тот человек мне помог всю жизнь, чтобы сказать, вот ты мне помогла, я тебе помогаю сейчас, вот ты из-за меня сюда пришла, прекрати, прекрати об этом трубить во всем мире, хватит. А во втором случае, во втором случае, просто, опять-таки, такой момент, что когда человек понимает свое привилегие, да, она была более глубокая, философский человек, да, и я получала от нее много чего, открылось в мой внутренний мир больше, общаясь с ней, но я более практичный человек, я могла своей практичностью помочь ей, но здесь была очень такой взаимосвязь, и человек не выдержал, ее психика не выдержала вот этой моей практичности, и она сразу оттолкнула и разрушила все отношения, разрушилась. У меня такое, я, может быть, неправильно вам объясняю, но у меня такое отношение, если я созреваю до такой степени, знаете, человек, если смотрит о помощи, оно же свое желание отпускает во всю вселенную, и кто соединен с этой вселенной, они же чувствуют это, им слова не нужны, если есть возможности, они даже во снах у них появляются, во снах. И ты, как человек, который знает, что ты, человек, должен помочь, и ты идешь и помогаешь. Но если человек словесно не требовал от тебя, не просил ничего, это не значит, что он не нуждается, и он не обращался в мысленные на тебе. Но нет, я же не просил никогда, ты сама помогала мне, я же никогда не просила. Не считайте, что это честно? Дело не в том, что я упрекаю, что я помогала, не помогала, но когда человеку помогаешь, и они в определенном уровне приходят в себя, они уже выпрыгивают над твоим головой. Я согласна, но знаешь что, надо немножко... И там эго, знаете, такой гонор выходит из себя, это я, это я, этот эго поднимается, поднимает их наверх. Ну хорошо, это ты, ты, никто не имеет против, но оглянись под ногами и смотри, что происходит. Вот, и сейчас я с судьбой, в случае с судьбой, вот я знаю, очень хороший человек, я познакомилась по интернету, я очень рада судьбе, что я общаюсь с ней, вот у нее тоже самое случай, я боюсь просто, боюсь терять хорошего человека. Вот у нее тоже такой девиз, я выросла на таком философии, она очень глубокий человек, понимающий, вот, здравствуй, дорогая, я не хочу обидеть тебя этим, но я просто сняла это видео, потому что это меня мучает внутри. Сейчас опять то же самое история повторится, помогать, хорошо, и она говорит мне, я выросла на таком философии, что, где говорится, от слабого не проси, а сильный сам поймет, и ты сильный. Она мне говорит об этом. Я это хочу сказать, а это не то же самое, чтобы самой просить. Почему? Можно сказать человеку, я говорю, я помогу тебе, ты мне скажи, что нужно. Почему не просить, не сказать, да, я нуждаюсь, потому что, знаете, что я благословляю, вообще-то у меня психология такая, я благословляю такой случай искренний, когда появляется в моей жизни, кому-то я чем-то могу помочь. Это значит, что у меня не так все плохо. Я могу кому-то помочь. Есть же такая практика, когда тебе очень плохо, ты идешь волонтером работать в хоспис, хоспис с умирающими людьми, в детских домах волонтером работать, где самые такие жизненные ситуации, с больными, инвалидами, больницах, знаете, волонтером работать, потому что там ты ощущаешь не то, что своя привилегия, просто ты ощущаешь, что у тебя не так уж все плохо. Ты еще можешь кому-то помочь. Этим Бог дает тебе силы, чтобы ты могла заполниться каким-то уверенностью, что у тебя не так уж все плохо. Это терапия, это практика, люди практикуют. Поэтому я сейчас не знаю, как обращаться в мои новые хорошие знакомые, потому что не хочу я ее терять, но с другой стороны, потому что я нуждаюсь в ее, у нее есть такое сокровище в душе, что мне нужно питаться. Но вот в таком обмен энергии, душевной энергии, материальной энергии, может быть, да, это должно быть взаимодоговоренность в этом и взаимоуважение, и границы такие тонкие, чтобы не обижать друг друга, чтобы не наезжать, знаете, чтобы не давить друг друга, потому что у кого-то есть сила духа, но нет материального сила, да, и они могут содействовать друг другу очень хорошо, если правильно поставить, и никто, чтобы друг на другом свои привилегии не поднял, о, у меня такое, а у нее нету этого. Вот этот очень тонкий момент. Поэтому я осторожно. Добро, понятие такое, что всегда идет со злом, всегда добро и зло вместе. Надо понять эту тонкую границу, чтобы не разрушить. Только добро, это нехорошо, как будто ты считаешь, сделаешь добро, а этим ты губишь его жизнь. Так и тоже может быть. Так что я не знаю, что я могла этим вам преподнести, но это было от моей жизненного опыта, и я считаю, что добро надо делать, но делая добро, никогда не оглядываться назад, чтобы я делала, ты сейчас ты мне должна делать. А смотрите вокруг, потому что эта энергия идет, в космос. И откуда еще ты найдешь для себя добро, кто-то другой человек сделает для тебя. Не знаешь кто, не знаешь откуда ты это получишь. Только в этом случае, когда у тебя в душе чистое намерение, доброе, доброе пожелание, чистое намерение, ты делаешь кому-то добро, тогда это работает во благо тебе самой. И ты получаешь отклик от вселенной. Это не слова, понимаете, это не слова. Это в реалите так и работает. Ну вот, знаете, что я решила, вот таким по мелочам, по мелочам, я опять-таки ничего плохого не хочу сказать о моих родственниках, о моих тетях и их детях. Они хорошие люди, у них у своего, у всех есть свои семьи. Но я как-то не общаюсь, не общаюсь больше. У меня такой инкубационный период. Я всех немножко отстранила, потому что больно. Больно из-за того, что нету понимания глубокое. Может быть, мне надо вот такой инкубации, чтобы мне самой созревать и понять, что происходит в моей жизни. И этот период длится некоторое время, может быть, останется на всю жизнь. Но мне пока это помогает выживать. Я себе берегу, мое сердце берегу от ударов, потому что эти удары случаются, случаются. Я так как чувствительный человек, я если один раз говорю, слушай, так не поступай. Вот именно моя тетя. Почему я говорю? Потому что она слышит. Я говорю, не надо так, это же больно. Она говорит, ну что ты так глубоко копаешься? Проходи, да? Антиха, инчезать к хан хоро антюном. Вот на армянском я говорю. Ну что ты так близко сердцуешься? Принимаешь. Ну проходи, да? Нет, дорогая. Есть отношения, которым, особенно близкими людьми, родственниками, которым любить надо сдалека. Надо сердцем понять. А если нет, так лучше вообще не иметь никакого отношения. глубоко надо копнуть. Но это от человека зависит, наверное. Вот, болтовня, бла-бла-бла. Всё. Увидимся. Бай. Желаю вам всего хорошего. Bye. Субтитры создавал DimaTorzok